Доходы областного бюджета в следующем году составят 61 миллиард 700 миллионов рублей, расходы 63 миллиарда 800 миллионов. Дефицит чуть больше 2 миллиардов. Таковы основные параметры главного финансового документа региона на 2019 год. Большую часть областной казны, почти 70%, потратит на социалку. Причем расходы на образование, медицину, культуру и дорожное строительство будут больше, чем в этом году. Однако голосовать за утверждение бюджета отказалась вся фракция КПРФ. В частности, коммунистов не устроило, что они не успели внести некоторые поправки и что в бюджете не нашли отражения просьбы муниципалитетов передать обязательства по выплате зарплат младших воспитателей в детских садах на уровень области. А это сотни миллионов рублей, которые ежегодно ложатся именно на муниципальные бюджеты. Уже не только главы, не только общественность заявляет о том, что необходимо пересматривать межбюджетные отношения и поставить точку как раз-таки в спорах, чьи же полномочия, субъекта или муниципалитета. Необходимость скорейшего решения этого вопроса поддерживает большинство депутатского корпуса. Но по мнению представителей всех остальных политических партий, это не повод голосовать против принятия бюджета и ставить под удар выполнение социальных обязательств перед населением. Бюджет у нас все-таки социальный, социальные расходы повышены. И если вы изучите бюджеты других регионов, это не везде так. Где-то очень сильно снижены именно социальные расходы. Поэтому наш бюджет выглядит очень хорошо по сравнению с другими, несмотря на то, что он дотационный. Мы понимаем, что еще будет время на корректировки данного бюджета. И поэтому этот законопроект поддержим в любом случае, поскольку мы должны стоять на страже интересов жителей Владимирской области. При рассмотрении бюджета у нас было большое количество, много возможностей внесения самых различных поправок. Поправок у нас внесено 113. И никто наших депутатов не ограничивал. Понятно, что многие депутаты у нас неопытные и просто не знают, как это сделать. У нас есть аппарат, поэтому мы готовы помогать каждому депутату вносить любые поправки. И много этих поправок внесено. Внесенные поправки касаются увеличения финансирования социальной сферы. В основном участие области в национальных проектах. С 1 января 2019 на 5% будут проиндексированы социальные выплаты льготникам. За счет бюджетных средств во Владимирской области все школы получат деньги на установку систем безопасности. Построят еще 4 новые школы и больше десятка фельдшерско-акушерских пунктов. И субсидии муниципалитета на дороге также увеличены больше чем на 70 миллионов. Дотации муниципалитетам увеличены больше чем на 300 миллионов этими поправками. Таким образом муниципалитеты получат больше средств. Все социальные обязательства будут выполняться в полном объеме. Мало того, на мой взгляд, есть положительная динамика в плане финансирования тех сфер, которые это в первую очередь требует. Уже в начале следующего года законодательное собрание намерено вернуться к обсуждению вопроса, кто же должен платить зарплату сотрудникам детских садов. Изучать передачу полномочий по финансированию оплаты труда младших воспитателей. На региональный уровень будет специальная рабочая группа из депутатов и представителей муниципалитетов и администрации области.